Обычная рядовая ситуация, когда наебался ваш компьютер, и вы получили вот такой вот экран смерти. Сообщения такого рода характерны для операционной системы Windows 10. Перед собой вы видите несколько подобных ошибок, все они связаны с проблемой запуска операционной системы. Либо же ваша операционная вовсе не загружается, либо же после загрузки перезагружается, вы получаете вот такую вот ошибку. На старых операционных системах ошибка выглядела вот так. Моя проблема заключалась в том, что загружается операционная система, и даже можно минуточку на ней поработать, а потом компьютер перезагружался. И я совершил ошибку, попытавшись восстановить систему, сразу начал переустанавливать. И при попытке переустановки у меня все вылезли те же ошибки, переустановить операционную систему не вышло. Сейчас я расскажу, как правильно действовать в таких ситуациях последовательно, чтобы не переустанавливать операционную систему, если этого не потребуется. В первую очередь необходимо попробовать восстановить операционную систему, и использовать для этого всевозможные варианты. потому что системные файлы вашей операционной системы могли быть повреждены вирусом или случайным отключением электричества внезапным. Если ни одно из средств восстановления не помогло, то перейдем к диагностике памяти. Я показываю, как создать загрузочную флешку с программой GD Regeneration для проверки жесткого диска, а затем мы проверим оперативную память. В BIOS устанавливаем флешку на первое место, загружаемся с помощью данной программы, и теперь смотрим, что делать дальше. Нам необходимо выбрать в наш жесткий диск не перепутать с флешкой, обычно жесткий диск имеет большой размер, к примеру в моем случае 465 гигабайт. Далее выбираем цифру 1, нажимаем Enter, чтобы старт тестирования диска начинался с нулевого сектора, и теперь осталось только дождаться результатов. Как вы видите, нет ни одной ошибки чтения, нет ни единого битого сектора, это может означать только одно, что диск полностью в идеале. И естественно, причина кроется далеко не в нем. В следующем этапе мы протестируем оперативную память. Ее можно протестировать тоже с помощью программ диагностики, но мне было лень, у меня просто была подобная оперативная память, и я просто вставил другую заведомо исправную. Прежде чем делать вывод, что жесткому диску конец, либо же оперативной памяти, попробуйте протереть все контакты ластиком на оперативной памяти, а также на жестком диске. Поставить на место и проверить точно ли не запылились, либо же не окислились контакты. После установки заведомо исправной оперативной памяти DDR4, оказалось, что все было дело именно в оперативной памяти. То есть плашка была испорчена. По какой причине сказать сложно, но после такого тестирования операционная система установилась без проблем, никаких ошибок не возникало. И отсюда мы можем сделать вывод, что я зря переустанавливал операционную систему. Я мог сохранить старую, просто сразу проведя диагностику. Таким образом мы устранили все ошибки, при котором вылетал синий экран смерти. Надеюсь теперь вы знаете где копать, либо же это поврежденные системные файлы операционной системы, либо же это память, именно жесткий диск или оперативная память.